В школе номер 57 с начала учебного года обучаются около 3000 юных самарцев. Для обеспечения их безопасности в учреждении функционирует комплексная система охраны. Она включает в себя контроль доступа, электронные замки на калитках и электронные карты, которые выдаются детям на весь период обучения. Проникновение посторонних лиц в школу практически невозможно. Конечно, есть посетители, родители, внешние посетители, но все они могут попасть в школу, преодолевая контроль, который им обеспечивает охранная фирма. Здравствуйте, директор школы на прием. Такой нет какой-нибудь. Да, паспорт. В целях обеспечения безопасности здания школы оснащены средствами передачи тревожных сообщений в подразделения войск Росгвардии. Системами оповещения и управления эвакуацией людей при возникновении чрезвычайной ситуации. Системами видеонаблюдения, охраны сигнализации, системами контроля управления доступом. А для исключения проносов здания образовательной организации запрещенных предметов на входных группах установлены стационарные рамки металлодетектора. У меня здесь учатся двое детей. Сын в восьмом классе и дочка в девятом классе. Сейчас такое непростое время и, конечно, безопасность очень нужна. Это очень важно и нужно, чтобы мы были спокойны за безопасность наших детей. В образовательных учреждениях Самары внедрены подобные технические средства, направленные на обеспечение безопасности. Данные все средства безопасности, как физическая охрана, так и технические средства обеспечения безопасности, в первую очередь нацелены на то и нужны для того, чтобы наши дети были в безопасности, чтобы родители, отправляя детей в школы или же в сады, или же в учреждения дополнительного образования, понимали, что дети в безопасности. Могли быть уверены в этом. Потому что это наши дети, мы в ответе за них, мы несем ответственность за них. В 2024 году в Самаре прошло несколько всероссийских учений, посвященных безопасности учащихся. В них приняли участие все образовательные учреждения города. В каждой организации разработаны алгоритмы действий персонала, работников частных охранных организаций и обучающихся в случае чрезвычайной ситуации, а также информационного взаимодействия с территориальными органами МВД России, Росгвардии и ФСБ России. Августина Охременко, Сергей Баскин, События.